Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Ну, конечно, понимаю, что со своим видосом про первый взгляд на обновление я, возможно, немножко поздновато, но понимаете, тут такое дело, в Москве все бегают, покупают гречку рис, поэтому думаю, что и вы делали то же самое вчера-позавчера, поэтому ролик подкатил только сегодня. Однако в сегодняшнем видео я вам расскажу не только то, что появилось новое обновление, но еще и некоторые полезные новости, которые будут актуальны именно в этот момент. И сразу могу сказать, что, на мой взгляд, обновление получилось действительно очень классным, причем классным по многим параметрам. Но начнем с первого, с визуалки. Во-первых, у нас поменялся загрузочный экран и оформление в самом меню, и, кстати говоря, даже музыка, которая мне тоже зашла. Следующее, что сразу же бросается в глаза, это оформление самих бравлеров. У нас появился новый отсек, новая такая полочка, куда мы можем положить с вами гаджет, который мы впоследствии найдем. Кстати говоря, гаджеты, как тут и написано, можно будет найти в ящиках, и выпадают они сразу, сделаю такой небольшой спойлер, гораздо легче и быстрее, чем пассивки или новые бравлеры. Так что, в принципе, я думаю, что гаджеты вы найдете очень быстро. И, кстати, также стоит отметить, что, чтобы найти гаджет, то у вас должен быть бравлер седьмого уровня и выше. Вот как раз это тут и написано. Так что сейчас резонно качать всех бравлеров хотя бы на седьмой левел, чтобы выбивать из сундуков гаджеты. Гаджеты на каждого бравлера я уже разбирала в прошлом ролике, его сейчас можно посмотреть по ссылке с подсказкой в верхнем правом углу. Также можно заметить, что панелька с правой стороны немножко поменялась, и настройки тоже стали немного другие. И тут появилось дополнительное место, пока непонятно для чего, но в дальнейшем мы с вами это узнаем. И также появился новый боец Джеки. Его можно уже испытать, если вдруг он вам не выпал, но если выпал, то радоваться и играть. Подробно, я думаю, тут ничего не стоит говорить, скажу лишь одно, то, что я и предполагала, что этот боец будет реально очень легким. Им не нужно целиться, ваша задача просто бить по области. Более того, обратите внимание на то, как действует ульта Джеки. Это что-то просто, ну вот, реально имбовое, потому что эта ульта, опять же, без прицеливания, но она очень-очень классно наносит урон. Посмотрите, урон в секунду сейчас с правой стороны будет более 45 тысяч от того, что я притянула, а потом несколько раз ударила. Причем при повторном таком продолжении этих действий урон набивается аж 52 тысячи в секунду. То есть реально очень-очень крутой бравлер, очень легкий. У него большое здоровье, хороший урон, опять же, да, и самое главное, повторюсь, это отсутствие прицеливания. То есть насколько криворуко вы не играете за Джеки, вы все равно, скорее всего, будете тащить. У Джеки, как и у остальных бойцов, есть также свой гаджет и пока что только одна звездная сила. Кстати, о гаджетах. Стоит отметить, что у каждого бойца теперь будет свой уникальный гаджет, который будет открывать активированную способность для конкретного бравлера. Гаджеты, как я и сказала, можно найти в ящиках, но также они будут продаваться и в магазине по стоимости 1000 золота за один гаджет. Но, естественно, нужен бравлер 7 уровня и выше. Наносимый урон гаджетами, кстати говоря, что очень важно, не заряжает ульту. Это действует аналогично звездным силам. Использовать гаджет можно всего лишь 3 раза за бой, так что нужно быть внимательным. Кстати, да, в магазине еще есть особая акция. Это мега ящик, который будет действовать еще 5 дней в магазине, который абсолютно бесплатный. То есть вы можете зайти и вот прямо сейчас его открыть, если вдруг вы этого еще не сделали. Также в игре уже доступен новый скин. Это талисман Дэрил. Его можно приобрести в магазине. И стоимость составляет 80 гемазов. Кстати говоря, прикольно то, что когда он перекатывается, то действительно похож на мячик. Ну а также завезли и другие скины. Вот, к примеру, темная зайка Пенни за 10 тысяч старпоинтов. Очень такая интересная, прикольная. И если сходите ее испытать, вы прям увидите, как у нее ставится вот эта черная мортирка в виде заячьих ушей. Мне кажется, это очень так мило. И с одной стороны, а с другой стороны, действительно устрашающе, если можно так сказать. В общем, скин прикольный, мне зашел. Кроме этого, в магазине можно с периодичностью увидеть еще и новый скин на Эмс, который стоит всего 500 старпоинтов. Так что если вдруг у вас с ними не задалось, вы можете купить хотя бы скин на Эмс, который, ну, действительно очень-очень-очень дешевый. Мне даже кажется, что разработчики просто забыли один нолик в конце дописать, ну, потому что уж реально очень дешевый скин. Кстати, еще о скинах. Если вдруг это все вам не понравилось, и вы очень любите Шелли, то будет очень хорошая возможность получить новый скин на Шелли, который называется PSG-Шелли. Для получения скина необходимо будет поучаствовать в турнире PSG под названием Кубок PSG. Событие начнется примерно через сутки. Вам необходимо будет одержать 9 побед в Бролу Боле, то есть все карты будут именно футбольные, и максимум, возможно, будет 4 поражения. Соответственно, если вы успешно проходите этот Кубок, то вы получаете бесплатный скин на Шелли. Однако не стоит расстраиваться, если вдруг вы его не пройдете, то вы сможете купить этот скин чуть попозже в магазине. Также пару слов стоит сказать про новую систему Underdog, либо же в русском варианте система Аутсайдеров. Изначально были проблемы вообще с серверами после выхода обновы. Обнова просто крашнулась, и около часа разработкам потребовалось для того, чтобы увеличить сервера, потому что очень большое количество игроков хотели зайти и поиграть после обновления. Что же касается системы Underdog, здесь примерно такая же была история. Сначала разработчики принесли свои извинения, потому что система не работала, то есть она практически ничего не делала, она просто не включалась. Однако впоследствии они все починили с их слов, и система Underdog уже в игре. И сейчас уже можно найти игроков, которые попали в эту систему. Итак, давайте еще раз разберемся, как это работает, возможно, кто-то не до конца уловил эти моменты. Итак, система Underdog или система Аутсайдеров это улучшение соревновательного режима, которое помогает играм с неравномерным количеством трофеев между командами. Действует эта система только в режимах 3х3 и не влияет на ШД ни в соло, ни в до. Эта система будет обеспечивать бонус к полученным трофеям, либо же, наоборот, уменьшение к потерянным трофеям. То есть, иными словами, вы в системе Underdog будете получать либо больше трофеев, либо с вас будут списывать меньше. Статус системы будет отображаться не только при выходе из матча, но еще и при входе. И статус Аутсайдера, вот как раз этого самого Underdog, можно получить в одном из двух условий. Если хотя бы одно из двух условий срабатывает. Итак, первое условие. Игрок сопоставляется с двумя другими игроками своей команды и смотрится, если между ними разница в 200 трофеев и более. Ну, допустим, у вас команда, где есть три игрока, 200, 500 и 800 трофеев. Соответственно, между этими игроками разница в 200 с лишним трофеев. Соответственно, у них будет в команде Underdog, и это будет тот игрок, у кого 200 трофеев, то есть самый минимальный. Соответственно, если эта команда выигрывает, то идет бонус к полученным трофеям. А если эта команда проигрывает по причине того, что у них был вот такой вот аутсайдер, то количество трофеев, которые будут списываться, будет меньше. А вторая ситуация, при которой эта система будет срабатывать, если игрок сопоставляется с вражеской командой, средний трофей которых на 200 больше, чем у команды игрока. То есть берется среднее количество трофеев из вражеской команды и сопоставляется с конкретным игроком из вашей команды. Соответственно, если среднее вот это количество будет на 200 плюс больше, чем у конкретного игрока из вашей команды, то опять-таки система аутсайдера будет срабатывать. Кстати говоря, стоит тоже отметить, что эта система не будет работать после нажатия кнопки играть снова. То есть каждый раз это будет заново рассчитываться относительно той команды, которую вы подберете. Соответственно, такая система поможет немножко проще качаться в правле, если вы играете с рандомами, если вы не играете с какой-то конкретной тимой, и вам часто попадаются игроки с меньшим, либо же с большим количеством кубков, чем у вас. Теперь при таких ситуациях, мне кажется, гораздо проще будет действительно поднимать кубки, потому что даже если вы подберете кого-то, у кого кубки низкие, то вы получите при победе больше кубков. Ну а если вдруг даже проиграете, то сильно паниковать не стоит, потому что с вас спишут меньшее количество кубков, чем это было ранее. Также в файлах игры появились интересные строки. Введите дату рождения, укажите свой возраст, подтвердить, это не повлияет на игровой процесс, воспользуйтесь ползулком, чтобы задать свой возраст, и чтобы продолжить, нужно указать свой возраст. И также в шапке клуба появилось место для того, чтобы туда как раз-таки добавилась новая настроечка. Вот как раз стрелкой это показано. И если вы, будучи главой лесорухом, зайдете в настройки своего клуба, то вы как раз увидите изменения. Это функция семейный клуб, включить либо выключить. Если вы сделаете свой клуб семейным, то в него смогут вступать игроки всех возрастов. Но самое интересное, что если вы сделаете клуб семейным, то обратно вы уже его никак не семейным сделать не сможете. О чем это говорит? Это говорит о том, что Supercell начнет собирать информацию о возрасте своих игроков, и в дальнейшем, я думаю, с этим могут быть какие-то манипуляции. Поэтому я пока что не спешу делать клуб семейным, потому что назад откатить нельзя. И просто подожду, посмотрю, на что это будет дальше влиять и как это будет влиять именно на мой клуб. Также немножечко поменялось оформление профиля. Поменялась иконка побед в 3 на 3. И, насколько я помню, была другая иконка для максимум побед в испытании. Но, в общем-то, это такие небольшие изменения, которые сильно не касаются геймплея. А вот то, что касается сильно, это то, что джеки и гаджеты не будут доступны в отборочном этапе этого месяца. Так что отборочный этап в этом месяце будем играть точно так же, как это было ранее до этого обновления. Потому что джеки и гаджеты пока еще к этому не готовы. На сегодня это все. Ставьте лайк, если ролик вам понравился. Не забывайте подписываться на канал и пожимать колокольчик. А также напишите в комментариях какие-то детали, которые, возможно, я упустила в этом ролике касательно мартовской обновы. Но я желаю вам удачи. Пока-пока.